Ну что, друзья, вот и настала та самая минута, когда у нас в гостях появилась прекрасная, необычная, великолепная артистка, молодая артистка, как принято называть сейчас, Black Star Label, Black Star Mafia. Не говорят, да, Black Star Mafia. Дан Соколова. Дан Соколова, друзья, у нас прямо сейчас в телерадио-компании, господи боже мой, канале, я уже все запуталась, страна FM. Подключайтесь, пожалуйста, к Триколору, 742-я кнопка, а также к приложениям страна.fm, скачивайте их, потому что вы должны ее увидеть, в первую очередь вы должны ее увидеть, а потом уже услышать, потому что она просто какая-то фантастическая. Я сейчас слышала, как стилист подошла к ней и сказала, госпожа, примерьте еще вот это кольцо, и это было просто фантастично. Дана, я буду обращаться к тебе, госпожа. Здравствуйте. Но Дана сегодня к нам пришла не просто так, не просто так, принесла она новое видео, это премьера видео и трека, но мы об этом поговорим попозже. Давай так, это первый эфир на телерадио-канале Страна.fm, где вообще Дану мы увидим и где она презентует свой клип, это круто, спасибо тебе большое, что ты про вас. Вчера это видео пошло по соцсетям, в YouTube и так далее, мы об этом только что узнали. Какие ощущения вот от того, что вчера состоялась полноценная вот такая большая премьера, видео я лично видел, и мы с Машей посмотрели, потрясающее видео об этом чуть попозже. Вот какие твои ощущения? Вышел новый трек, новое видео. Поползли просмотры на YouTube. Не то что поползли, побежали. Как ты себя чувствуешь. Мы давно этого ждали, это очень важная работа. Наконец-то. Вот так. Наконец-то, это прекрасно. Мы на самом деле долго готовились к этому дню и к встрече с тобой, лично я посмотрел, ну, наверное, все видео, которые я смог найти на просторах интернета. Начиная со скольки лет, подожди, первое видео было в Риге. Сколько тебе было лет, Дан? Я, честно говоря, сейчас уже не вспомню, какое именно первое видео выставлено в интернете. Наверное, лет восемь. Лет восемь, да. Мне почему-то казалось, что шесть. Может быть, даже и шесть, если такое еще там осталось. Да, ты там очаровательная, по-моему, в какой-то кепочке такой. В шляпе белой, возможно. Возможно, в шляпе, да. Головной убор точно был. Тогда шесть. Шесть лет. Вот с шести лет ты занимаешься музыкой, это именно певческая карьера или было что-то еще? Инструмент. Да, я играю на клавишах. У меня есть музыкальное образование, как по классу фортепиано, так и эстрадно-джазовый вокал в свое время. Поэтому видео сейчас уже можно найти много. Друзья, обязательно загляните в YouTube, обязательно погуглите Дану Соколова, потому что очень интересные видео. И главное, посмотрите, из какого солнечного, белобрысенького, такого нежного существа вот она превратилась в такую очень интересную прям вот госпожу. Ну, мы обязательно к вам вернемся, а пока давайте послушаем, посмотрим. Так особенно Что глаза мозолю Эндарфины пошли Фантазия пошли Эй, ты что ли золотом литр? Что глаза мозолю Оказалось, вокруг тебя Весь мир кружит Вокруг тебя Весь мир кружит Вокруг тебя Весь мир кружит Кружит, кружит Оууу, как жить Кружит головы Ай да упаду Головы да да упаду Кружит головы Ай да упаду Головы да Особенно сегодня Чувства кипят и говорят А я не вижу их Так особенно сегодня Люди шалят и говорят А я не вижу их Так особенно сегодня Звезды горят и говорят А я не вижу их, занят мой взгляд Эм, тарфины пошли, фантазия пошли Я что ли чувствами залит, что глаза мозолю Эм, тарфины пошли, фантазия пошли Ты что ли золотом литра, что глаза мозолю Оказалось, вокруг тебя весь мир кружит Вокруг тебя весь мир кружит Вокруг тебя весь мир кружит Кружит, кружит Оу, как жить? Кружит головы, ай да упаду Головы да, да упаду Кружит головы, ай да упаду Головы да Дай мне Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сейчас Дима Монатик пел на «Страна.ФМ» И я вижу, Дана просто губами подпевает ему «Вокруг тебя весь мир кружит» Тебе нравится артист, да? Ну, я считаю, что он делает качество А из тех, кто сейчас вообще работает Может быть, тебе близко по духу кто-то? Ну, кроме коллег из лейбла А может быть, коллеги по лейблу Вот кто-то прям близок тебе по духу? Дима Монатик пел на «Страна». Зимфира? Да, да, это замечательный выбор Да, человек пришел! Ну, кстати говоря, друзья Мы когда готовились к эфиру Мы, естественно, информацию про тебя, Дан, почитали И мы выяснили, что ты не только фортепиано владеешь Не только прекрасная певица и потрясающая девушка Но ты еще и поэт И мы знаем, что в прошлом году у тебя вышла книга стихов И замечательно, что ты ее с собой принесла Покажи, пожалуйста, нашим слушателям Книга стихов в том году Каково это перечитывает собственную книгу стихов вечером? Необычно Мы сейчас за эфиром выяснили, что, оказывается, Дана вот как раз накануне читала свои стихи из этой книги И оказалось, что одно из стихотворений Расскажи, расскажи то, что ты нам сказала Да, да, прямо из первых уст давай Ну, одно из стихотворений прямо очень четко описывает ситуацию, которая сейчас со мной То есть оно явилось пророческим? Ну, возможно, да, в какой-то степени Ну, если я сейчас буду его читать, вы поймете, о чем речь Потому что тут нисколько напрямую Сколько такая тонкая-тонкая очень связь есть Так, госпожа, я зачарован, пожалуйста, читайте Сколько времени было дано судьбе, чтобы узнать, что она есть смерть? Ни одно лекарство не станет твоим спасением, если тебе суждено болеть Я перестану писать о боли, тоске, печали, только лишь если впредь я перестану их ощущать Механизм человеческого сознания очень шаток и очень слаб Ты поймешь в своей следующей жизни, что в этой ты был лишь раб Но пути своему, вопреки всему, должен быть бесконечно рад И всех тех, на кого ты держал обиды Тебе просто придется прощать Когда ты к ним отправишься вскоре, вас начнут всех распределять И любой твой неверный шаг влево будет дан приказ в ад отправлять Ты при жизни учил молитвы, чтобы потом было чем умолять Так вот здесь это не поможет Когда Богу известно все, вплоть до личных твоих секретов Ты не будешь слышать вопросов И не нужно давать ответов Да, молитвы ты знаешь лучше, чем стихи всех великих поэтов Но поэты свои стихи, как ни странно, то знают тоже Потрясающе, конечно Извини, пожалуйста, что перебиваю Время неумолимо идет Фантастические стихи, очень философские Давай поговорим об этом позже Извини, но я не в силах уйти Мои мысли окаменели Огнем горели Мои птицы улетели Мое сердце опустело Просто нервы на потеле Над душами тут метели Я один в своей постели Только ты на самом деле Не простишь меня Прости, но я тебя не отдам Обидам их холодным ветром Никогда, никому Я тебя не отдам Извини, но я не в силах уйти И оставить все так, как есть Прыгнуть и улететь Мои руки начертили Чертежи на мои крылья Только как летать забыли Над душами тут метели Я один в своей постели Только ты на самом деле Не простишь меня Прости, но я тебя не отдам Обидам их холодным ветром Никогда, никому Я тебя не отдам Я тебя не отдам Прости меня как можно быстрей Прости, а если хочешь убей Никогда, никому Никогда, никому Никогда, никому Я тебя не отдам Прости, но я тебя не отдам Обиданных холодным ветром Никогда, нико никому Я тебя не отдам Прости меня как можно быстрей Прости, а если хочешь, убей Никогда, нико никому Я тебя не отдам Никогда, нико никому Я тебя не отдам У нас в эфире Дана Соколова Дана Соколова, новая Black Star звезда, друзья И очень интересная девушка Фантастической внешности И она такая юная И уже пишет философские стихи Понимаете, любит Бродского, Маяковского Это просто какая-то фантастика Кстати говоря, если вы хотите задать Дане вопросы Заходите в нашу группу Страна ФМ Там есть специальная тема с фотографией Великолепные Даны, наши гости Задавайте эти вопросы, а мы их озвучим Обязательно И подключайтесь, пожалуйста, к нашему приложению Чтобы посмотреть на эту красотку Правда, ребята Ну что, давайте про клип Как раз с чем Дана, собственно, к нам и пришла У нас сегодня премьера Клип, премьера, песня и клип Детали, детали Нам нужны детали Здесь снимали, вообще интересно Снимали в Риге Отлично На родине Да, для меня это очень символично Рига — это место силы Вообще, песня, она меня разрывает, наверное Изнутри она написана как бы Написана? Она написана вот так, какой она должна была прийти В эту жизнь Где снимались, ну, именно места То есть Рига же большая, понимаешь Кто снимался рядом с тобой Кто эти люди Кто режиссер Откуда пришла вообще мысль Вот мы сейчас за кадром говорили И у меня аналогия с фильмами Silent Hill Я вот Дане рассказывал, что такие правильные формы Огонь, вот эти вот ногти Но это вы все увидите чуть позже Откуда идея? Ногти проросли прямо на площадке Настолько долго снималась? Режиссер Анджей Гавриш Абсолютно вот Снял так, как это должно было быть А чья идея? Идея наша общая Мы Это наш ребенок Этот клип То есть Что особенного в этом ребенке? Почему мы должны его полюбить? Мне кажется, там все такое Такое монументальное Какое-то Со своим характером Со своей душой Силой Вообще сам клип Он очень сильный По энергетике Я Так смело об этом говорю Потому что Мы вкладывали туда эту силу То есть она действительно Вот прям Бьет Из него Ну, наверное Что мне Очень Близко Так полюбилась Это моя книга Знаменитая Которая была сделана Специально Со слепком Моей руки Да-да-да-да Я тоже видел Обратил внимание Давайте посмотрим И послушаем Премьера клипа Даны Соколовой Называется Разведи небо Друзья Подключайтесь Смотрите И слушайте Страна ФМ Премьера Зови меня Белой вороной С черным крылом Я ощущаю себя дома Хоть мир мне не дом Зови меня кем угодно Мне все нипочем Мой взгляд это холод Но холод с огнем Зови меня ненормальной Зови не стыдись Зови меня аморальной Зови не стыдись Но в голове своей струбной Запомни одно Что мир твоей скомкан А ты решит то И не я, не я Там было Там было И не я, не я Там было Там было Разведи небо И ты разбуди Разведи себя Разведи сомненья И мы полетим с тобой В небеса Разведи небо И ты разбуди Разведи себя Разведи сомненья И мы полетим с тобой Ведь имя мне Феникс Бессмертный Они И не я, не я Там было Там было Ой, не я, не я Там было Там было Субтитры создавал DimaTorzok Дана, ну крутой клип, клип очень крутой, столько символов, столько там всего напичкано, мне очень понравилась твоя фраза, что это ты, этот клип это ты, расскажи пожалуйста Это правда, ну потому что множество тех символов, которые там собраны, это все части меня, то есть это моя история на протяжении последних лет И мы вырастили это в этой вот киноленте, я даже бы назвала Фильм о тебе вообще? Да, это фильм обо мне Я вижу у тебя татуировка перчика, объясни его символическое значение У меня много татуировок, у меня была история, я обожгла шею, вот прямо в форме перца, и это какое-то время было как шрам красного цвета Когда вышла книга, я посмотрела на обложку, шрам, поняла, что... Все сложилось, пазл сложился Абсолютно точно, и тем более Зукус это очень обжигающая книга, ну это очень символично Я решила, что это то место, где должен быть перец на моем теле Еще буквально о себе рядом таким, какие религии в тебе намешаны, какие символы, которые прямо тебя отражают, писатели, художники Прям вот коротко, какой-то ряд выстрои, пожалуйста, попробуй Ну что касается религий, я наверное не затрону такую глобальную тему Ну у тебя все руки в символах каких-то египетских Это руны, это руны моей души, это мои обереги Писатель Писатель Поэт Поэт, писатель, броский, естественно Ну и музыкант, какой-то музыкант, который вне времени Твой Стиви Уандер, Боб Марли Спасибо тебе большое, очень приятно было с тобой познакомиться У нас в гостях была великолепная Дана Соколова Это тебе подарочки от страны ФМ Спасибо Так, вручаем, барабанная дробь Приходи к нам еще, пожалуйста, с новыми вещами какими-то, очень ждем твоего творчества Ну все, прощаем, спасибо тебе большое, пока-пока Спасибо вам Моя Мишель прямо сейчас